сегодня мы поговорим о мультитуле от xiaomi стоит ли его брать вообще я скажу в видео вот я его взял но забегая наперед скажу что то еще железяка на кармане погнали очень коротко и очень тезисно по всем недостаткам пробежимся 1 клипса я носил постоянно его таким вот образом и однажды садясь на рабочее кресло у меня зацепилась за быльца самим инструментом и соответственно на ремне выгнула в эту сторону клипсу я ее конечно поправил но тем не менее дребезжание есть хотя клипсы здесь не самый слабый инструмент далее идут у нас ножницы ножницы это произведение искусства конечно они очень хороши это самый лучший инструмент на сегодняшний день пилка вообще ни о чем пилка по сравнению с викторинок совской пилкой венгеровской ну во первых она цепляется она как туго пилит она как-то они не доработали и общем далее нож ну если брать в походы его конечно можно взять помучатся потому что чистить картошку резать колбасу это одно мучение за счет того что у него толстый обувь и с этим уже никак не смириться крайнем случае для меня далее вот стропорез стропорез идеальный для вскрытия каких-то больших коробок для отрезания скотча для отрезания пленки он вообще идеальный хорошая отвертка достается легко следующий инструмент открывашка вообще ни о чем она заточена так что вам нужно будет для левши левой рукой открывать и к этому никак не привыкнуть она даже не открывает она просто гнет бутылку проламывает ее банку вернее следующий инструмент плоская отвертка к ней на лица не никаких нет единственное что хотелось чтобы она была немного тоньше здесь но это можно доработать самому в принципе для открывания бутылок я даже никогда не использовал но думаю что справиться с этой задачей очень даже легко самый главный инструмент режущие кромки я их немного подтянул у себя вот потому что они болтались изначально из коробки и сейчас они до сих пор цепляют но тем не менее не режут как это не странно сама болванка так сказать немного смещена это из-за того что я ими уже работал ну то есть смещение какое то есть не знаю насколько долго ее хватит но тем не менее плюк она собирает хорошо самый главный недостаток его это его вес и на обычном кармане на заднем он слишком тянет карман на переднем кармане джинсов он мешается я ложу в один карман смартфон в другой пропуск и доставать пропуск имея на кармане вот такую вот штуку внутри кармана конечно это тот еще геморрой но тем не менее он собирает пыль он собирает всю грязь себя но тем не менее носить его хочется из-за вот этого вот щелчка но самое главное из-за функциональности вот этих вот ножниц ножницы это очень хороший инструмент они здесь очень острые они вообще они идеальны те вещи которые раньше делал ножом сейчас я делаю ножницами вскрываю пакеты мелкие вскрываю допустим там какие-то сухофрукты это конечно да все что хотелось бы сказать по этому поводу покупать его или не покупать возьмите если он вам не подойдет его можно положить в чехол который шел вместе с ним и бросить на дно рюкзака когда-нибудь он вам все равно понадобится вот и все вот и все вот и все и